Взгляд Киев пытается протолкнуть хорватский вариант Л. Киев пытается протолкнуть хорватский вариант 14 декабря 2019 года, 19.30 фото Facebook.com slash and peacekeeping slash Текст, Михаил Мошкин В Киеве попытались свести результаты нормандского саммита к нулю Украинская сторона заявила, никаких документов подписано не было Россия упирается, и поэтому нужно задействовать план Б ввести в Донбасс контингент ООН Почему команда Зеленского не придумала ничего лучше, как обратиться к плану, придуманному еще Порошенко И как голубые каски могут встретить в Донбассе В субботу украинские политики сделали все возможное, чтобы обнулить итоги недавнего саммита нормандской четверки по Донбассу Представитель Киева в контактной группе Алексей Резняков объявил По итогам прошедшей в Париже встречи лидеры четверки не подписывали какие-либо документы По версии Киева, итоговые комьюники саммита не более, чем свидетельства того, о чем говорили и, вроде бы, договорились, но точно ничего не было подписано Чуть ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, Россия якобы упирается по каждому пункту Минских соглашений И поэтому, когда в Киеве поймут, что в рамках Минска больше ничего говорить нельзя Тогда Украина будет обращаться к следующим шагам Этим следующим шагом, по словам Пристайко, будет идея ввода миротворческого контингента ООН в неподконтрольную украинским властям районы Донбасса Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию, заявил Пристайко, добавив, что у команды Владимира Зеленского есть ряд планов относительно этого У Киева действительно был в запасе ряд планов один фантастичнее другого Например, накануне парижской встречи Зеленский обнародовал некую формулу мира Речь шла о создании в Донбассе муниципальной стражи, на треть состоящей из бойцов ДНР и ЛНР, на треть из украинских гвардейцев и на треть из миротворцев ОБСЕ При этом украинский руководитель не удосужился принять во внимание то, что этот план хорошо бы обсудить с Донецком и Луганском Что касается идеи размещения голубых касок ООН в зоне конфликта, она совсем не нова Более того, с этой идеей выступила Россия В сентябре 2017 года Владимир Путин предложил разместить на линии соприкосновения в Донбассе охранную миссию ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ На Украине, которой тогда руководил Петр Порошенко, с данным форматом не согласились и предложили свой вариант разместить миротворцев на всей неподконтрольной Киеву территории, включая границы ДНР и ЛНР с Россией Причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения ополчения народных республик и создания временной администрации, читая про украинской власти В Киеве тогда это назвали хорватским сценарием Подразумевался прежде всего ввод в зону конфликта международного миротворческого контингента по линии ООН, но само название вызывало вполне определенные ассоциации зачистнику и уничтожение хорватами непризнанной республики сербская краина Как уже отмечала газета «Взгляд», Порошенко и его команда переписали вполне здравое российское предложение под себя, сделав нереализуемым после чего выдали идею за собственную При Зеленском хорватский вариант реанимировали В сентябре тот же пристайка анонсировал киевский план «Б» Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнять то, что мы пообещали, речь об украинской части минских соглашений Правда, в украинской же трактовке и самих соглашений, и их выполнение примечания Взгляд И если все терпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу, с просьбой, помочь с миротворческой операцией, заявил глава украинской дипломатии После парижского саммита пристайка лишь повторил сказанное три месяца назад Иду, дорогой Порошенко Своей фантазии у команды Зеленского нет Читать не умеют Понять, что написано в минских договоренностях не могут и не хотят 73% проголосовавших за Зеленского могут быть уверены, что выбрали Порошенко «Лайт», заметил по этому поводу журналист Владимир Соловьев Добавим, что идея перевернуть российское предложение ввести контингент ООН вряд ли принадлежит Порошенко С ней в свое время выступил Курт Волкер, теперь уже бывший спецпредставитель США по Украине Наделенные мандатом ООН миротворческие силы могут разблокировать выполнение минских соглашений и привести к возобновлению украинского контроля над территорией, заявлял Волкер в мае 2018 года В Донбассе нынешний миротворческий план «Пристайка», равно как аналогичные заявления его предшественников восприняли негативно В этой идее на сегодня нет здравого зерна, если это будет лоббироваться в одностороннем порядке, без согласования с республиками и Россией Как гарантом стабильности и безопасности, сказал газете «Взгляд» донецкий политический и общественный деятель, бывший руководитель Совбеза ДНР Александр Хадаковский Он отметил, если этот вариант будет рассмотрен, согласован и принят всеми сторонами, тогда об этом можно будет говорить Если это одностороннее пожелание Украины, то они могут вывести свои войска, ввести вместо них миротворцев, а мы как стояли на своих позициях, так и будем стоять Реанимацию прежнего плана надо рассматривать в привязке к попыткам Кева переписать минские соглашения, постфактум, уже после встречи нормандской четверки, полагает член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов Напомним, что накануне стало известно, украинский президент после встречи в нормандском формате захотел изменить минские соглашения После того, как Зеленский поставил свою подпись под итоговым документом нормандской встречи, фактически ратифицировав минские соглашения, Киев пытается всячески найти способ, как бы эту подпись дезавуировать, как бы отказаться от Минска, объяснил сенатор Морозов газете «Взгляд» Для дезавуирования придумываются разные варианты, отметил собеседник В случае самого Зеленского это попытки переставить пункты соглашений, как-то переписать их Кроме того, в ход идут разного рода придумки, которые выходят за рамки минских соглашений, отметил сенатор В Киеве уже заявляли о наличии неких четырех планов вместо Минска, напомнил Морозов Надо понимать, что идея ввода миротворцев не нова, подчеркнул сенатор Мы были бы не против того, чтобы миротворцы вошли в зону разделения воюющих сторон, туда, где сейчас разводят войска Это было бы очень полезно Но что касается введения миротворцев на всю территорию Донбасса, то в Москве всегда были всегда против этой идеи, указал Морозов Сначала должно быть достигнуто политическое урегулирование в рамках минского процесса, а потом уже можно было бы что-либо обсуждать, подчеркнул собеседник По его оценке, заявление пристайка можно оценивать, как еще одну попытку Кева торпедировать и итоги встречи Нормандской четверки и Минские соглашения, для того, чтобы в итоге их не выполнять Другого объяснения этому нет, резюмировал замглавы профильного комитета Софеду Похожим образом оценил заявление киевских властей директор Украинского центра политического маркентинга, политтехнолог Василий Стайкен Это попытка за одним числом пересмотреть результаты парижской встречи, которые почему-то не устраивают, сказал Стайкен газете «Взгляд» При этом из заявлений, сделанных после встречи четверки, как раз следовало, что вопрос о вводе миротворцев в принципе снят с повестки дня Отметил эксперт, почему именно он был снят, это виднее самим участникам встречи Скорее всего, этот вопрос обсуждался, и, скорее всего, украинской стороне указали на нецелесообразность обращения к этой теме, предположил эксперт Перед встречей была опубликована так называемая формула Зеленского в виде утечек из офиса президента, напомнил Стайкен Среди них совершенно явно был указан вопрос ввода миротворцев Потом мы видим последние комьюники Парижского саммита, итоговую пресс-конференцию, на которой никто ни слова не сказал о вводе миротворцев Даже не дали понять, что в принципе этот вопрос обсуждался, хотя он раньше поднимался не только Зеленским, он как раз не очень активно продвигал это предложение, но и Порошенко, и российская сторона Смотрите еще больше видео на YouTube канале «Взгляд.Текст» Михаил Мошкин